Здравствуйте, дорогие телерадиозрители! Мы очень рады вас сегодня приветствовать в студии передачи «Якутск. Сегодня». Сегодня за режиссёрским пультом работают Мария Новгородова и Николай Семёнов-Слепцов, Айдын и приглашённый ведущий я Юрий Семёнов. Сегодня мы поговорим об одной из таких брендов нашей республики, одних из тех волнующих мероприятий, которые вот уже много лет проходят на территории республики, на территории других субъектов Российской Федерации, объединяя большое количество народов по всему миру. Это о международных спортивных играх «Дети Азии». Первые международные спортивные игры «Дети Азии» прошли в 1996 году и запомнились всем своими яркими моментами спортивных состязаний, грандиозным праздником открытия международных игр «Дети Азии». Тогда республика впервые увидела, что мы можем стать тем центром притяжения, куда притягиваются огромные внимания, приезжают огромное количество гостей. И самое главное, мы тогда убедились, что можем провести мероприятие такого большого уровня. Это было большое, наверное, испытание для первых организаторов, для правительства республик Саха-Якутия. И первые международные спортивные игры были ознаменованы и проведены в честь столетия современных олимпийского движения по инициативе первого президента республик Саха-Якутия Михаила Васильевича Николаева, которого сегодня мы можем по праву сказать основателем этих международных спортивных игр «Дети Азии». А Якутия навсегда стала родиной международных спортивных игр «Дети Азии». Сегодня об играх «Дети Азии» знают, наверное, все жители азиатского континента, по крайней мере, те, кто занимается спортом. Именно здесь получили первые свои медали крупные олимпийские чемпионы в том числе. И сегодня мы хотим поговорить об истории игр и, самое главное, о предстоящих вторых зимних игр «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе Кемеровской области. Вот уже буквально осталось 24 дня до официальных открытий. Игры, конечно, начнутся чуть раньше. И вот у нас с нами сегодня в гостях Михаил Егорович Друзьянов, директор музея спортивной славы республики, один из тех первых организаторов игр «Дети Азии», который стоял у истоков игр «Дети Азии». С нами сегодня в гостях Цыпандин Гаврил Гаврилеевич, генеральный директор Международного комитета «Дети Азии», тот человек, который выводит на новые рубежи наши спортивные игры «Дети Азии». И Семенов Евгений Петрович, начальник отдела спортивного резерва и обеспеченный участие в спортивных и физически-культурных мероприятиях Республиканского центра подготовки спортивного резерва нашей республики. Здравствуйте, дорогие гости. Добрый день. И вот первый вопрос, чего хотелось бы все-таки начать, адресую я Михаилу Егоровичу. Михаил Егорович, вот тот человек, который именно с первых дней стоял у истоков. Скажите, как начинались первые игры «Дети Азии»? Добрый вечер. Ну, надо вспомнить далеко, как распал Советский Союз. Все это началось. Вроде бы мы взяли свободу, суверенитет, вот, работа ГИПЕ, вот. Мы имели свою республику, свой президент, республика имеет свой гимн, флаг, гирб, вот. И один прекрасный день, вот, Михаил Егорович Николаев решил объединить молодежь республики в одну организацию, вот. Тогда Министерство молодежи работало отдельно, туризм отдельно, спорт отдельно. И в 1993 году один указом объединил вот эти три организации, вот. И будет работать на здоровье молодежи и продолжая политику нашей республики, вот. Ну, поступили сразу новые идеи, вот. Мы молодежи очень хорошо работали. Мой администр Петрович Николаев стал у нас министром, вот. Я замминистра по спортивной работе, но я Афанасий Иванович замминистра молодежи, и Святослав Сергеевич Гавышев замминистра по туризму. И потом один прекрасный день, ребята из отдела молодежи сказали, давай мы сами проводим свой фестиваль или свои соревнования, надо винить тюрьмскую группу, вот. Тогда работали, ну, я точно понял, этот Кириллина, Руслан Байшев, вот. Но этот вопрос мы долго обсудили. Ну, потом ребята взялись и улетели в Баку, вот. Там как раз состоялся форум молодежи, оттуда переехали из Турции, Ажабайжана и других стран, вот. И они там участвовали, потом приехали и сказали, что мы можем тоже какой-то международный организовать фестиваль или соревнования. Ну, потом Виктор Петрович слышал, доложил и все это Михаил Ефимовичу, вот. Ну, я думаю, что оттуда вышел, чтобы провести международные игры. Тогда названий еще не было ни молодежи или детей, вот. Поэтому первым организатором, особенно, надо подчеркнуть Михаил Ефимовичу, вот, как организатора идеи. И тогда только одно министерство этой соревнований проявил, вот. Трудно было? Председательного комитета был этот Томтусов, вот. Он каждую неделю провел совещание, вот. До всего, было трудно приглашение. Вот. Мы, минуя спорткомитета, олимпийский комитет, сам выходили. Тогда почти хаос было. Вот. Вот, поэтому мы сами занимались, сами приглашали, вот. Потом они сказали, что надо получить согласие в министерство спорта. Тогда не министерство было, а агентство спорта, физической культуры спорта Российской Федерации, олимпийский комитет. Мы туда к ним подошли, они сказали, что вы сами организовали, начали организовать, сами занимайтесь, вот. Поэтому мы сами занимались и все-таки с трудом провели ПВИГ. Вот. Благодаря этому построили сразу почти за два года четыре объекта. Стадион, Эль-Лай-Батор, говорю, спорта пятьдесят лет победы, и, по-моему, платный бассейн, Доксун, университете. Четко работали, вот. Боснем видов спорта было. Приглашали ближайших субъектов. Не субъектов, но субъектов, потому что мы хотели, чтобы каждый субъект приел и участвовал. Ну, так мы начали. То есть практически с нуля это было начато. Сегодня международные спортивные игры – это совершенно другой уровень, и все участники признают огромную организационную работу. Вот сегодня, Гаврил Гаврилович, что можно сказать? Вот что дает сегодня спортивные игры «Дети Азии»? Первые игры – это было, конечно, объявить миру, что есть мы. Начались первые строительства. Сегодня что дает международные спортивные игры «Дети Азии»? Вообще, я считаю, что в такое сложное время, да, очень смелое решение Михаил Ефимович Николаев, чтобы провести такие крупные соревнования с участием международных стран, строительство таких крупных объектов, которые до сих пор являются самыми главными объектами в нашей республике. И самое главное, ну, задачи игр были – это развитие детского и юношеского спорта не только в Якутии, не только в России, а в странах Азии. И это, ну, и самая основная и главная задача – это дружба между детьми. Это говорит девиз игр «Дети Азии» – дружба в спорте к миру на земле. Сейчас игры приобрели новый формат. В 2012 году мы учредили комитет игр «Дети Азии». Учредителями стали Республика Саха и Якутия, Олимпийский совет Азии и Олимпийский комитет России. Сейчас мы уделяем огромное внимание международному сотрудничеству со всеми странами, национальными олимпийскими комитетами и министерствами спорта, которые имеют право выступать на играх. Мы держим связь, дружеские отношения у нас. Благодаря этому мы считаем, что каждым играм количество стран-участниц и спортсменов увеличивается. Каждым играм увеличиваются виды спорта, объекты добавляются. Поэтому я считаю, что игры «Дети Азии» сейчас уже другой формат. Да, совсем и уровень другой. И, конечно, надо сказать, что Республика в свое время показала, что она хочет, может, самое главное это организовать. И, конечно же, первые игры тогда, Михаил Егорович, были организованы за счет Республики Саха и Якутия. Республика вложилась, и организационную работу, как мы поняли, даже все-таки большую часть взяла на себя Республика Саха и Якутия. Правильно? Да. Ну, первые игры полностью на бюджет Республики провели, даже вот, в которой команда переехала где-то 9 или 10. Поэтому эти страны в основном были наши ближайшие. СНГ, вот Казахстан, Монголия, типа такое. Вот. Потом уже опыт набрали. В 2000 году уже совсем по-другому. Я изучил хатты Олимпийской комитеты. Оказывается, нужно иметь свой флаг, свой гимн, свою эмблему. Вот. Клятва спортсменов, судей. И официальные должны быть открыты, закрыты. И Оргкомитет должен заседаться и всероссийский каждый месяц, а республиканский два раза в месяц. Ну, три игры в основном под эгидой правительства. Тогда руководил висепрезидент Александр Константин Акимов. Он сильно работал, потому что как раз Михаил Федорович назначил его только заниматься проведением игр «Дети Азии». Мы специально ездили в Олимпийский комитет. И я проходил 8 дней, как провести международные игры. И оттуда началась эстафета Олимпийской огня. И всю атрибутику полностью мы на вторые игры утвердили. И начали согласовать наше положение. Но положение мы сами сделали, какие виды спорта мы включаем, мы сами решали. Тогда международных комитетов не было. Поэтому были опыты, мы начали сами уже диктовать, какие команды приглашать. В 2000 году на вторые игры приглашали мы всех субъектов. Тогда в России где-то около 82 или 3 субъектов было. Мы всех пригласили, даже вот одну команду, вот, какого-то вида спорта. Но, оказывается, мне это большая толщина дала по развитию детского спорта России. Да, то есть это все-таки республика сыграла очень большую роль в проведении международных, первых международных спортивных игр. Ну и постепенно, конечно же, доказала Российской Федерации, что Якутия может быть той площадкой, где проводится. Уважаемые зрители, пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы сейчас перейдем на небольшую рекламу и присоединяйтесь к нам далее. Мы приветствуем вас еще раз на нашей передаче «Якутск сегодня». И за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. Я, Юрий Семенов, приглашенный ведущий, сердечно всех рады вновь видеть. Мы сегодня с гостями, с Михаилом Егоровичем Друзьяновым, директором Музея спортивной славы Республик Саха-Якутия, одним из первых организаторов международных спортивных игр «Дети Азии», с Ипандиным Гаврилом Гаврилевичем, генеральным директором Международного комитета «Дети Азии» и Семеновым Евгением Петровичем, начальником отдела спортивного резерва и обеспечением участия в спортивных и физкультурных мероприятиях Республиканского центра подготовки спортивного резерва обсуждаем грядущие международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе, Кемеровской области. Вспоминаем, как проходили первые международные спортивные игры «Дети Азии», что они оказали большое прорывное влияние в целом на развитие нашей республики Саха-Якутия. Но сейчас хотелось бы немножко обсудить, как все-таки предстоит проведение вторых международных игр «Дети Азии», зимних вторых игр, и как республика готовится в этом плане. Я, прежде всего, хотел бы все-таки попросить Гаврилу Гаврилевича, какие организационные моменты, какая будет программа. Расскажите, пожалуйста, и какие даты проведения. Буквально через три недели в Кузбассе начнутся вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». В программу включены 10 видов спорта. Несмотря на сложные ситуации, сегодня мы получили заявки от 12 стран иностранных, плюс 8 команд из Российской Федерации. Отличие от предыдущих игр. Игры в Кузбассе пройдут в четырех городах. По городам распределены по 2-3 вида спорта. Сейчас Кузбасс полностью готовится, можно сказать, они готовы провести уже игры. И на сегодняшний день мы планируем уже 5-го числа направить первую команду до конца игр, для подготовки к проведению игр. И надеемся, как мы всегда говорим, провести игры на высоком организационном уровне. Мы уверены в этом. Мы желаем нашим кузбассским друзьям больших успехов, чтобы, дай бог, все прошло хорошо. Они с нами очень дружно работают. Вообще очень гостеприимная область, я бы сказал. Так что пожелаем самых больших успехов. Как республика готовится принимать участие в вторых зимних играх, как огромная ответственность перед республикой, как инициаторов этих игр первых. Поэтому, мне кажется, на нас будут смотреться большим и пристальным вниманием. Скажите, пожалуйста, Евгений Петрович, как мы готовимся? Ну, наша команда начала подготовку с прошлого года. С начала прошлого года нашим министерством было выделено финансирование, целевое финансирование на подготовку сборной команды. И коллегиально было принято решение принимать участие по семи видам спорта. Это у нас лыжные гонки, сноуборд и горнолыжный спорт, который у нас базируется на базе школы олимпийского резерва по лыжному спорту в городе Алдан. Там сборная команда наша там проживает, там отренируется. И по видам спорта хоккей, шартрек и фигурное катание, которое у нас базируется на специализированной школе по зимним видам спорта в городе Якутске, на базе Аллейбатура. И решили принять участие в демонстрационном виде спорта, в новом виде спорта, это волейбол на снегу. А раньше такое было вообще? Раньше такого не было, это впервые в программу игр. А вообще про волейбол на снег немножко расскажите, что это такое. Я, например, лично слышу впервые. Мы тоже впервые слышали. Оказывается, есть международная федерация, есть федерация в России. И проводятся чемпионаты мира, чемпионаты России, которые были проведены на базе Кузбасса. Ничего себе. Ну, наверное, все-таки там, где более мягкий климат, можно заниматься волейболом на снеге. Можно сказать так. У нас в практике впервые в Якутии. Но команда готовится. Ну да. Команда состоит из наших волейболистов. Мы специально наших спортсменов, как говорится, не заставляли на улице волейбол играть, потому что... А где они тренируются? Это демонстрационный вид спорта. Когда вот это команды приезжают и только узнают, ну, какой это вид спорта, как бы говорится. Слава Богу, волейбол у нас развит, снег у нас есть. Поэтому... То есть команду выставить можем. Да. А вот скажите, пожалуйста, Григорий Ильич, у нас всегда дети Азии отличаются тем, что большая, обширная культурная программа, несмотря на то, что мы всегда ждем открытие. Открытие это такое очень большое. А вот как Кузбасс в этом плане готовится? Кузбасс тоже готовится. У них тоже свои традиции. Поэтому мы на прошлой неделе провели совещание. У них очень такая обширная тоже программа. Они должны всем гостям показать, рассказать про Кузбасс, про их традиции, про их обычаи. Поэтому 25 февраля мы все нетерпением ждем. Да. Вот вообще международные спортивные игры дети Азии открыли ведь не только спортсменов, не построили и строили новых объектов. Это огромная ведь сфера обслуживания тех гостей, которые приезжают. Мы знаем, что именно со международных игр дети Азии началось развитие гостиничного бизнеса, обслуживание. Это бытовое обслуживание, это культура и так далее. Михаил Игоревич, вот такой вопрос. Как гости относились? И вообще, они же впервые увидели Якутию, многие, особенно иностранцы. Вот как нашей культуре? Какое их было впечатление? Ну, как обычно, когда проводятся большие мероприятия, и мы, и другие республики стараются рассказать свои истории. Вот. Ну, у нас есть вот Андрей Борисов, который всегда у нас готовит эти мероприятия. Мы стараемся показать Якутию. Вот. Начало 16 века, и потом, вот, до этого времени. Ну, основное, мы, когда проводим вот это открытие, приглашаем улусов, где-то 20-30 детей, вот, что они приехали сюда, во-первых, бы смотрели вот эти спартакиады, ну, спортные соревнования, и участвовали на открытии. А другие думают, что только вот спортсмены соревнуются, и все. А так мы со всего улуса приглашаем детей, которые поют, танцуют, вот, читают, чабурках, вот, и все. И потом это время, вот, соревнования почти 10-12 дней уйдет, вот, и каждый день мы готовим специальные встречи, показывают концерты, рассказывают дети о своих районах, улусах, и они сами тоже принимают участие, вот, в котором мы проводим выставки или викторины. Вот. Поэтому здесь охватываем не только дети спортсменов, мы еще, вот, школьников полностью охватываем. Потом, после кончания, они, вот, 1 сентября рассказывают, что видели, какие успехи наши спортсмены добились, или они каким программам участвовали. Поэтому полностью мы постараемся охватить детей республики и их привлекать по другим направлениям. И все это некоторые даже перешли заниматься по спортивным видам спорта. Да, я помню, первые и вторые, наверное, спортивные, мы были тогда молодыми детьми, как наши одноклассники, как наши старшеклассники, соседи, которые ездили участвовать на культурную программу. Я, например, родом из Вилюська, у нас детский асамбл Ирюче, где моя сестра танцевала, двоюродная сестра Айта Протопопова танцевала. И вот они ездили на открытие, принимали участие в вот этих культурных мероприятиях. И мы с большим нетерпением ждали, когда это все будет, чтобы посмотреть, увидеть своих родных на этих экранах. То есть вся республика была охвачена. Вот очень интересный вопрос, Евгений Петрович. Тогда, я помню, когда мы были детьми, очень такие отборочные этапы были, детей собирали, чемпионаты и так далее. Как сегодня организовано, что вот вообще республика знает, как готовиться? Или это все-таки мы знаем, что у нас есть только спортивные школы, только у среди них отбор? Или это все-таки большое массовое спортивное движение, где может каждый ученик из Абыя, Вилюська, Нюрбы, Нерингре как-то войти в сборную республики? Как сегодня формируется? Да, конечно же, отбор на международные спортивные игры «Дети Азии». Ну, не только на игры «Дети Азии», на первенства дальневосточных федеральных округов России. У нас проводятся путем отбора на первенстве республики. У нас очень множество отборочных соревнований. Это республиканские турниры, официальные первенства республики. Туда, где, конечно же, съезжаются все наши районы и соревнуются. И это очень сейчас сильно контролируется министерством. Есть специальные нормативно-правовые акты, регламенты, которые утверждаются спортивные сборные команды республики Саха-Якутия среди юношей и девушек. И как бы, чтобы там кто-то чисто отбор пошел в одной школе, у нас такого нет. То есть все-таки через соревнования, большое количество этапов и так далее. Впереди, мы вот несколько времени назад анонсировали, говорил, что у нас в республике в 1924 году пройдут очередные игры «Дети Азии». Вот как мы к нему готовимся и какие виды спорта там будут? На 1924 год тоже идет подготовка полным ходом. Оргкомитет, состав Оргкомитета утвержден. Сейчас создается дирекция отдельно уполномоченной организации, которая будет конкретно отвечать за подготовку и проведение восьмых игр «Дети Азии». И согласно концепции 17 обязательных видов спорта, плюс республика нам предложила 5 дополнительных видов спорта. Итого всего по 22 видам спорта пройдут восьмые игры. А они пройдут только в Якутске? Они пройдут только в Якутске. Только в Якутске пройдут. Будут ли какие-то новые объекты? Как я знаю, да. Планируется строительство двух спортивных комплексов. Это ДСК и, по-моему, Сейцар. Сейцар, да. А что за объекты? Это спортивные комплексы, многофункциональные. А, это многофункциональный спортивный комплекс. То есть Якутск, снова жители города Якутска получат очень хорошие такие два спортивных объекта. Вообще, мы видим, что в последнее время в Якутске строится много. В аэропорту построили недавно, открыли с большим плавательным бассейном. И вот наш большой плавательный бассейн Чолбон, я тоже знаю, он был построен к 2012 году на средства, если не ошибаюсь, Сургут, нефтегаз в том числе. То есть все-таки бренд международных спортивных игр Дети Азии позволяет, чтобы такие крупные мирового уровня компании вкладывались бы в развитие спорта и вообще детского движения в нашей республике. Это все благодаря международным спортивным играм Дети Азии. Я очень надеюсь, что наши школьники, родители уже услышали, что в 2024 году вновь пройдут международные спортивные игры Дети Азии у нас в республике. Не уходите, мы снова вернемся. Сейчас мы перейдем на небольшую рекламу. Дорогие телерадиослушатели, мы снова вернулись на нашу передачу «Якутск. Сегодня». И сегодня вновь напомню, что с нами в гостях Михаил Егорович Друзьянов, Цепандин Гаврил Гаврилевич и Семенов Евгений Петрович. Мы обсуждаем грядущие международные спортивные игры Дети Азии, которые пройдут в Кузбассе, Кемеровской области. Это вторые зимние игры, к которым республика тоже готовится. Евгений Петрович, мы с вами не до конца обсудили вопрос подготовки. Сколько ребят поедет? И когда вы собираетесь уже полететь, наверное, ребята с большим волнением и трепетом это ждут? – Состав нашей команды – это 70 спортсменов по 7 видам спорта. Также у нас где-то будет порядка 28 тренеров и представителей команд, которые будут заниматься организационными моментами. Ну, там, конечно, организационными моментами все равно там будет в основном заниматься дирекция местная, которая создана для этого. Но все равно наши, это же все равно дети, они нуждаются в сопровождении, в тренерских наставлениях, поэтому тренера тоже летят с ними. И сейчас, если сказать, наши команды уже в пути. Они уже на местах проведения соревнований, то есть в Сибири, они уже сейчас проводят заключительные этапы тренировочных мероприятий. – Адаптация там? – Да, адаптация, акклиматизация. И непосредственно к играм они уже 22-го числа, вся наша команда в феврале 22-го уже практически… – Прибудет на место соревнований. – Да. – Волнуются дети? – Ну, да, конечно, это международные спортивные игры. И, ну, как вы все знаете, уровень игры уже очень большой. – А какой возраст детей? – 14-15 лет. – 14-15 лет – самый такой переходный возраст, волнение есть. А как они преодолевают волнение, или все-таки они уже такие профессионалы? – Ну, для этого у нас есть спортивные психологи. – Тоже в состав команды входят? – Да, но сейчас можно и дистанционно проводить, поэтому с этим проблем нет. – Проблем нет. Ну, я думаю, дети все-таки в ожидании больших спортивных достижений. – Как это будет? – Ну, вот нас всех очень волнует, Гаврил Гриш, как будет идти трансляция, как можно будет смотреть, и сколько дней будет, и когда будет открытие? – Открытие игры состоится 25-го февраля, закрытие 4-го марта. Сами соревнования начнутся уже 24-го числа, и до 4-го марта каждый день будут провести соревнования. Трансляции будут на предварительные соревнования через интернет-каналы, и матч ТВ совместно с нашим телекомпанием НВК «Саха» будут транслировать прямые трансляции, финалы и финальные матчи. – Ну, вообще, организация прямых трансляций – это очень, особенно спортивных, культурных мероприятий, это очень сложное мероприятие, организационное и технически очень сложное. И надеемся, что всё получится, но вот, уважаемые, дорогие телерадиослушатели, зрители, обратите внимание, что в интернете, на официальном сайте, наверное, «Игр Дети Азии», трансляция… – На официальном сайте «Игр Кузбасса» и на официальном сайте Международного комитета «Игр Дети Азии». – Международный комитет «Игр Дети Азии», будут соответствующие ссылки, где это можно будет посмотреть. Ну, наверное, открытие будет показано на НВК. – Открытие будет показывать в первом фильме. – Открытие будет показывать в прямом эфире. Еще раз повторяем для всех, открытие вторых международных спортивных игр «Игр Дети Азии» состоится вот уже 25 февраля 2023 года. Очень надеемся, что каждый житель нашей республики присоединится и с волнением посмотрит и поддержит наших ребят, которые принимают участие в спортивных играх «Игр Дети Азии». – Зимних играх для республики. Все-таки зимние игры, наверное, довольно тот спорт, когда мы можем сказать, что мы имеем, потому что у нас есть и ледовые дворцы, и есть… – Биатлонный комплекс в Алдане. – Вот, кстати, про Алданный биатлонный комплекс, он всероссийского же масштаба. – И там тренируется сборная. – База, где тренируется, да, сборная. – Сборная Российской Федерации. А вот по климату, как там, круглый год могут тренироваться? Или там крытый, открытый? Кто может сказать? – Валдань. – Валдань. – Валдань, он тем, что мы можем начать, сборная России может начать тренировки уже, когда в Центральной России погода не позволяет и может завершить тренировку в последнюю очередь. – А на Багале сейчас планируют провести последний этап кубка, самый последний этап кубка Валдань. – А, то есть вот так вот. – Ну, то есть и биатлон, если честно, лично я про биатлон не так уж знал. Я думал, это больше лыжи, это больше фигурное, как-то вот, как-то коньки и так далее. Ну, и биатлон, это довольно, думаю, будем надеяться и верить, что наши дети. – В 2019 году вот на первых играх «Дети Азии» наш якутский парень из Амги, Николай Максимов, он занял серебряное, ну, второе место в спринте. И, как говорится, у нас «Дети Азии» – это трамплин для спортсменов, которые в будущем становятся успешными спортсменами олимпийских игр, международных соревнований. Также вот Николай Максимов уже у нас в 2022 году, в прошлом году, стал чемпионом России по биатлону уже среди взрослых. То есть он уже претендует, да, попасть… – В сборную России. – Ну, он уже попал, да. – В сборную России. Ну, то есть сейчас идёт подготовка у него сейчас. Ну, будем верить и надеяться, что, дай бог, всё будет хорошо. Это очень важно. Вот скажите, пожалуйста, у нас разница во времени с Кузбассом? – Два часа. – Два часа разница. То есть это не такая большая разница, и можно без такого особого, так скажем, геройства, как мы смотрели Олимпиаду в Пекине и так далее ночами, можно стоять и смотреть. Очень хорошо. Михаил Игоревич, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что наши первые международные игры, вот они достаточно сложно шли, но тем не менее республика, наш народ справился вот с этим. Очень много культурных мероприятий. Вот как развивалась в том числе культура проведения международных игр «Дети Азии», вообще международных спортивных мероприятий? Потому что сегодня очень многие хвалят республику, что именно на таком большом уровне большие спортивные мероприятия умеет проводить республика Саха-Якутия. Ну, у нас опыт есть, вот, в старые игры уже правительство взяло себя в проведении этих игр. В оргкомитете схвачены все руководители республики и все министеры. И некоторые виды спорта, даже у нас сами президенты федерации виды спорта, они сами контролируют. Вот, поэтому мы можем любое мероприятие провести в высоком организационном уровне. Потому что все соревнования проводятся под эгитой карты олимпийского движения. Вот, поэтому, когда мы проводим чемпионат России или чемпионат мира Мас-Рейснинга, вот, когда переезжают, и все удивляется, что мы таким высоким уровнем проводим. Ну, народы Якутии, Якутии очень гостеприимные. Вот, поэтому мы стараемся, чтобы приехавшие все пошли довольны. Мы стараемся показать, что есть в Акурук, город Якутийске, или в городе Якутийске. Вот, и сделаем программы, и специально воздействуем, закрепляем куратор и показываем. Ну, я думаю, что в дальнейшем мы в Акурук, город Якутийске, построим очень хорошие международные объекты. Вот, должны быть у нас дополнительные аэдромы, запасные. Вот, например, мы в Акурукске должны построить мировые объекты, это родина первого президента. Мы еще должны усилить Анамский район, который мы сейчас только нашли, 2-3 объекта. Горном районе тоже 4 объекта, которые отвечают международному уровню. И вот на этот, через речку, вот, Нижний Бестя, тоже мы должны построить где-то 5-6 объектов. Вот, тогда мы можем, даже университет можем провести, вот, или какой-нибудь, ну, кубок мира, или лёг-атлетики, флавание, вот, потому что мы с Интерсой стоим. Я вообще один раз сказал, что нам, дети Азии, надо охватить даже европейские страны, вот, потому что у нас международный комитет есть, Россия, это Европа и Азия, но все равно мы организаторы первых игр, вот, поэтому отборочные соревнования провести, как олимпийские игры, и европейские страны, а азиатские, и провести эти международные игры, дети Азии, объединяя вот эти два континента, вот. Надо расширить, взять, мы много добываемся, у нас строится, город чистится, все стараются город построить, дети растут, развиваются. Как я сказал, что не только по спортивному направлению, и культурному, экономическому, в том же туризму можно развивать. Это очень большую перспективу имеет. Только объекты еще расширят, чтобы отвечали международным объектам, вот, хорошее для киносистов, безвездистов, вот, еще несколько открытых рынков, вот. Зимние игры тоже у нас надо провести, надо посмотреть, звучит хорошенько, и в пяти городах нашей республики провести эти третьи зимние игры, вот. У нас в Алдане есть два пяти, в Нирангаре есть по зимнам, вот, и в Алдане. Спасибо большое. Мы сегодня, дорогие телезрители, радиослушатели, обсуждали очень большой проект нашей республики, который дал огромный импульс. Я благодарю наших коллег Гаврил Гаврилевич, Евгений Петрович, Михаил Горьевич, что сегодня приняли участие в нашем мероприятии. Именно благодаря первому президенту Михаилу Фимовичу Николаеву, его силе духа и тем его соратникам были проведены международные спортивные игры «Дети Азии», благодаря которому появилось огромное количество инфраструктурных спортивных объектов, культурных объектов. Ведь тогда не было даже переводчиков, а благодаря этому у нас появился огромный спрос развития переводчиков, гостиничного бизнеса, развития сельского хозяйства, культуры. Сегодня мы даже эсэхи проводим совершенно по-другому. Спасибо большое, дорогие телерадиослушатели. С вами была передача «Якутск сегодня». Оставайтесь с нами, смотрите нас.